В пятницу 13 ноября в зале Дома правительства состоялось пленарное заседание парламента Донецкой Народной Республики. Перед его началом председатель Народного Совета Денис Пушилин ответил на вопрос журналистов о планировавшейся видеоконференции нашей контактной группы с представителями Киева. Учитывая, что предыдущие видеоконференции, которые собирались непосредственно изначально по инициативе украинской стороны, конкретным результатом не провели, а потом по нашей инициативе украинская сторона отказалась проводить видеоконференцию, не считаю целесообразным сейчас поднимать данный вопрос. Необходимо определиться в рамках подгруппы по безопасности в связи со зажившейся ситуацией. 17 числа будет заседание всех четырех подгрупп, до этого времени никакие заседания не запланированы. А также о ситуации с дефицитом горюче-смазочных материалов в республике на данный момент. Ситуация имеет непосредственно характер. Проблемы логистического характера сейчас присутствуют. В ближайшее время, я думаю, все причастные ответственные лица ситуацию исправят. В проект повестки дня сессии были включены четыре законопроекта. В первом чтении депутатами был рассмотрен и принят законопроект о государственных наградах, докладчиком которого выступила директор Департамента взаимодействия с Народным советом, партиями и институтами гражданского общества администрации главы ДНР Светлана Егорова. На второе чтение вынесены законопроекты о железнодорожном транспорте и о внесении изменений в закон ДНР от 27 марта 2015 года о транспорте, докладывал депутат Народного света Владимир Чекун. Оба закона были приняты с поправками во втором чтении. Законопроект о ценах и ценообразовании, который депутатом должен был представлять депутат Вячеслав Тихоненков, с повестки дня был снят и отправлен на доработку. Кроме того, на рассмотрение был представлен законопроект о науке и государственной научно-технической политике, о нем докладывал депутат Народного совета Николай Рогозин. Также на пленарном заседании был заслушан промежуточный отчет Временной комиссии Народного совета ДНР по вопросу распределения гуманитарной помощи и работе комитетов, не входящих в структуру Совета министров ДНР. Докладчиком выступила депутат Народного совета от фракции свободы Донбасс Екатерина Павленко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова